Здравствуйте! Вести интервью сегодня поговорит о театре. И наш гость Сергей Николаевич Ильченко – профессор, доктор филологических наук и человек, который будет председательствовать в жюри Республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». Здравствуйте! Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Год назад вы уже были в Чебоксарах. Это был первый ваш визит. Театральная гостиная родилась благодаря практически вашему участию. Ну, в общем, да. Дмитрий Владимирович Капустин, директор известного в Чебоксарах русского драматического театра, пригласил меня опробовать этот эксперимент. И к обоюдному согласию, к обоюдному удовольствию все произошло. И это был очень ценный опыт, потому что для любого человека, который занимается театром, конечно, важно то, что он увидит на сцене, но не менее важно знать мнение зрителей. И, собственно, я очень многое понял про театральных зрителей в Чебоксарах, в Чуваши. Мне очень понравился коллектив русского драматического театра с своими разнообразиями репертуарных поисков. И когда Дмитрий Владимирович сказал, а не приедете ли вы еще раз? Я говорю, а в качестве кого? Ну, в качестве председателя жилья. Я говорю, ау, я достоин? Ну, вы же все знаете, вы же все словами-то рассказали, все в порядке. И вот я здесь. Интересно, вот работа со зрителем была же не просто ребята приходили там, так сказать, которые посмотрели спектакль, были актеры, были люди, которые просто интересуются. Ну, в общем, такой не гамбургский, а чебоксарский счет. Именно потому, что для актера услышать от зрителей, тем более зрителей разных возрастов, разных вкусов, было таким вполне себе серьезным испытанием. Но, что интересно, все выдерживали это испытание до конца, и звезды, и молодые актеры. В общем, они получили такой очень хороший тест. Ну, не драйв, а тест-театр, да, тест-зритель, зрительский тест. И мне кажется, что это им понравилось. Хорошо, сейчас фестиваль «Узорчатый заноз» традиционно проводится в марте, накануне Дня театра международного. Об этом мы еще поговорим. Скажите, 22-й уже фестиваль. Какие ожидания? Это фантастика. Когда мне сказали, что 22-й по счету, я так мысленно отмотал назад и понял, что фестиваль уже существует вместе с Новым веком, ровно-ровно, как говорится. И для такого театрального города Чебоксара это, конечно, знаменательное событие, именно потому, что это ежегодно, именно потому, что это регулярно, и именно потому, что происходит смотр. Тем более, в такой год 22-й непростой, хотя и юбилейный русский драматический театр будет праздновать свое столетие, правда, зимой. И с другой стороны, я посмотрел афишу фестиваля, то, что нам предстоит судить, должен вам сказать, что она очень разнообразна. И 10 спектаклей из всех шести театров, которые работают в профессиональных, государственных, в Чебоксарах. И это дает такую мгновенную картину сезона 21-го года, потому что все постановки выпуска прошлого года, который был очень сложным. Я думаю, любой зритель театральный скажет, что да, это сложно, но который, судя по представленной афише, очень интересный, и там нет повторяемости. Каждый театр представляет свое, видимо, выношенное, навалевшее, и то, что как театр думает, и коллектив театра думает, его руководители, интересно публике. Вот будет интересно сравнить надежды театра и реакции зрителей. Вот ваша первая профессия – театровед, да, я так понимаю? Да, по диплому, да, я театровед. То есть практически смотреть спектакли – это ваша работа? Вы знаете, когда я поступил в театральный институт, еще в прошлом веке, на театроведческий факультет, а мама хотела, чтобы я был филологом, поступал в университет, она так тяжело вздохнула и сказала, Сережа, хорошую ты себе профессию выбрал. Я спросила, а в чем дело, мама? Ну как что? Будешь кино смотреть, да в театр ходить. Вот, собственно, я этим занимаюсь последние несколько десятков лет. В спектакле, которые будут показывать, будут показывать труппы не только для жюри, но и для зрителей. Да, и написано, что, пожалуйста, приходите, значит, пушкинская карта действует, об этом тоже чуть попозже. Есть какие-то особые правила для зрителей во время проведения подобного конкурса? Или это обычная театральная… Я думаю, что если зрителю сказать, что он присутствует при таком грандиозном событии, это немножко его собьет с толку, потому что в театре-то как раз важна непосредственная реакция. А если он будет думать, что вот он пришел, а тут такое, конечно, немножко реакция будет другая, смикшированная. Мне так кажется, что, наверное, зритель будет знать, что он пришел на какой-то конкретный спектакль, в конкретный коллектив в рамках фестиваля. Но в разных фестивалях по-разному случаются. У нас конкурсные, поэтому все театры должны быть равны в своих условиях отношениях со зрителем. Поэтому я не знаю, что каждый театр будет предлагать, но мне кажется, что может быть только объявление такое, что вы смотрите спектакль, который участвует в республиканском театральном конкурсе «Узорчатая занавеса». Потому что, скажем, у нас в Петербурге в театре «Балтийский дно» международном театральном, там каждый спектакль представляется вот именно такой записью перед началом, а потом вручается диплом. Но это международный театральный фестиваль, тут как-то свои правила. А здесь, мне кажется, как раз непосредственная реакция зрителя, наверное, самая дорогая и самая интересная. Омолодился зритель, то есть омолодилась аудитория. Сильно причем, судя по всему. В прошлый год очень сильно на это повлиял. Появилась Пушкинская карта. Пушкин практически привел в театр молодую публику. Александр Сергеевич всегда хотел быть театральным драматургом, как известно. И хорошо, что он состоялся как театральный драматург. Правда, не всегда при его жизни его пьесы ставились. Но имя Пушкина выбрано очень точно. И словосочетание Пушкинская карта – это одно из словочетаний ушедшего 21-го года, которое действительно привело в театр молодое поколение. Причем, опять же, по словам директора русского драматического театра Дмитрия Капустина, он сказал, что еще интересная тенденция, что не парами ходят, а уже семьями через Пушкинскую карту. Докупает Антри Хильевич и четвертый билет. То есть театр вернулся, возвращается семейный зритель. Это очень важно. Потому что, конечно, некоторые молодые люди плачут о том, что их отключили от всех этих сетевых благ. Так может все-таки оторваться от компьютера, повернуться лицом туда, где жизнь кипит. А театр – это искусство живое. И почувствовать настоящие, а не виртуальные эмоции на каком-нибудь дисплее. И мне кажется, в этом смысле Пушкинская карта имеет очень хорошие перспективы. И дай бог, чтобы этот проект продолжал осуществляться по всей территории России. Могу сказать, я сама лично видела, что подростки, студенты, некоторые плачут после спектакля. По-настоящему. Они не ожидали, что такие эмоции возможны со сцены. Понимаете? И вот это самое важное, наверное, что есть в театре. Когда я поступал в театральный институт, я читал книжки разных теоретиков, чтобы понять, что такой театр. Нет, конечно, я в театр ходил, и меня мама водила. Я вроде бы продвинутый в этом смысле подросток. Но я вычитал у Жана Луи Баро, великого французского драматурга, режиссера и актера, фразу о том, что такое театр. Он писал, что театр – это не то, что происходит на сцене. Театр – это не то, что происходит в зрительном зале. А театр – это то, что происходит между сценой и зрительным залом. Вот эта энергия взаимодействия, как ее называет Марк Анатольевич Захаров, она действительно питает и зал, и сцену. Потому что играть спектакль на пустом зале – это бессмысленно. Понимаете? И если в зале есть хотя бы один зритель, а сейчас у нас много зрителей, то эта энергия увеличивается ровно на то количество людей, которые сидят в зале. И вы представляете себе, какие эмоции летают по театральному залу, если там герои той же классики или современной какой-то пьесы, или какой-то фантастической пьесы что-то вот такое разыгрывают о судьбах людей. Человек видит немножко иную жизнь, как кажется, на сцене. А на самом деле он, как в зеркале, видит отражение в этих условных ситуациях своих каких-то эмоций. И поэтому эмоции из него происходят именно после и во время спектакля. Сделаем шаг назад. Даже два. На два года, если перенестись, то мы получим ситуацию для театра практически критичную. Вот как раз получилось, что нет зрителей, нет возможности играть. Вы знаете, каждый театр, извините за простоту выражения, выкручивался как ног. И то, что казалось, так сказать, недостатком отсутствия живого общения, в результате обернулось совершенно неожиданными формами самореализации театральных коллективов. Кто-то играл свои спектакли перед телекамерой, кто-то разыгрывал скетчи, кто-то читал классику, кто-то экранизировал закулисную театральную жизнь. И это казалось очень интересным, потому что в онлайне зрители увидели то, что они не увидели бы, так сказать, живьем, приходя в театр. И мне показалось, что театр как раз выдержал эту проверку. Хотя, конечно, после того, как ограничения были сняты, и зрители начали допускать 25, 50, 75% заполняемости. А вот эта энергия, даже неполного по правилам ковидного зала, она на любом спектакле постковидном, она рождала такую заинтересованную реакцию зрителей. То есть соскучились. И это, наверное, был один из главных итогов вот этой вынужденной паузы. То есть люди вроде бы привыкли к тому, что да, театр есть, можно сходить. А когда оказалось, что в театр нельзя сходить, оказалось, что это плохо и тоска, потому что, ну, хочется, а нельзя. И вот это преодоление этого запрета, выдержка, так сказать, которую проявили зрители и коллективы, выстоявшие в этой нелегкой борьбе с пандемией, и будем считать, что победившие ее именно своим терпением, мужеством и фантазией, и креативом. Она доказала, что театр жив, и театр... У меня такое ощущение, что сейчас пойдет вверх с точки зрения зрительских приоритетов. И, может быть, и в зрительный зал вернутся в полном объеме зрителей, которые туда не ходили благодаря той же пушкинской карте. И классика будет востребована, и современная драматургия, и современная проза. В общем, творить не хочу. Хорошо, а теперь вот в мировом масштабе. Я знаю, что два года назад у вас была даже очень интересная лекция про дуновение чумы, про влияние, так сказать, подобного рода пандемий в истории человечества. Ведь мы не первые попали в такую ситуацию, театр тоже не первый. Сколько раз мы попадали в эту чуму, да, ту же испанку после Первой мировой войны вспомнить. Но что интересно, вот изучая историю театра, понимаешь, что все-таки театр – это искусство народное, площадное, оно требует пространства. И, конечно, когда объявлялись эпидемии чумные, да, и города закрывались, это было, конечно, мощным ударом по театральному искусству, но тогда все уходило внутрь и скорее в литературу. Вот, да, вспомним «Декамерон», который был написан именно как способ времяпрепровождения во время эпидемии чумы, понимаете, да? Вот, и много других книжек в том числе, и не самых плохих. Но, конечно, театру в эти времена было тяжело, хотя, вспоминая русский театр, сказать, что так уж он страдал от эпидемии холеры, скажем, в 1831 году, тоже нельзя, потому что тогда пик холеры пришелся на лето 1931 года, а на лето театры, как правило, закрывались. Поэтому миновала чаше сия русский театр, и сказать, что для него такое испытание было не впервые, я не могу. Хотя, конечно, скажем, суровые времена Великой Отечественной войны, да и Гражданской тоже, они накладывали свой отпечаток на театральную жизнь и на состав зрительного зала. Можно вспомнить ленинградский опыт работы театром музыкальной комедии во время баллокады, или тот, например, случай, который нигде в истории театра больше и не произошел, когда в разгар блокады в октябре 1942 года в Ленинграде, в осажденном городе, открыли новый театр, ну и театр Комиссаржевский. Так что театр всегда был рядом в самые сложные периоды, хотя, может быть, не в том объеме, когда обычная жизнь, но он многому людей научил, и как раз вот это сопереживание эмоциональное, о котором мы говорим, оно, особенно в такие пиковые, трагические моменты, оно ценится там еще в несколько, если не в десятки раз больше. Ну что ж, мы очень плавно перешли к тому, что вот самая популярная фраза про театр «Весь мир театр» приходит к тому, что, да, так сказать, что 27 марта – это день, когда Всемирный день театра отмечается. Что бы вы хотели сказать зрителям, тем, кто делает спектакли, тем, кто просто знает о том, что театр должен существовать? Что? Ну, пожелать хочется двух вещей в нынешней ситуации. Хотя все люди искусства, люди театра в особенности, потому что они подпитываются соками, эмоциями жизни, из того, что их окружает. Вот он идет по улице Адриана Николаева, или там Гагарин, заходит в помещение театра, и он же с собой приносит вот это ощущение того, что происходит на улице, в городе, в республике, в стране. И в этой ситуации иногда бывает очень трудно, особенно в нынешней, сохранить спокойствие и уверенность в собственных силах. Поэтому желать хочется, прежде всего, спокойствия, вот такого уверенного спокойствия в том, что ты делаешь нужное дело. И второе, конечно, и эта пандемия нам доказала, и нас этому научила, и, конечно, здоровье и умение беречь себя. Потому что без актера, без живых людей, без живых зрителей, их взаимодействие во время спектакля театр невозможен. Поэтому, друзья, берегите себя и будьте спокойны и уверены в том, что все будет хорошо. Делай, что должно, ну и будь, что будет. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Я напомню, что Сергей Николаевич Ильченко был сегодня гостем нашей программы. И если занавес нашей передачи закрывается, я желаю всем зрителям, чтобы чаще всего открывался перед вами занавес, и на сцене происходило что-то волшебное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова